Добрый день, Рахат Мухтарович. Добрый день. Вы знаете, я смотрел новости и обнаружил, что Нурсултан Абишевич в этот праздник на Аврус в этом году решил провести почему-то в Голландии. Это какие-то срочные причины для этого были, как вы считаете, или это просто так сказать желание? Ну, прежде всего, я хочу сказать, что Назарбаеву не безразлично, прежде всего, мировое общественное мнение. Он не такой, как Каримов или Туркменбаши, которые полностью закрылись от внешнего мира. Для него очень важен именно престиж, а престиж связан с тем, чтобы обезопасить свои активы в Европе. Его дочь проживает в Швейцарии, пытается получить швейцарское гражданство. И вообще, и с Лондоном многое связывает. У него вторая и третья жена бывают в Лондоне, и для них куплены большие активы, частные дома, виллы и так далее, и так далее. И именно с этой целью, поэтому Назарбаев платит такие огромные деньги, я подчеркиваю, из государственного бюджета, тому же Тони Буру 20 миллионов. Таких денег никто не платит из других диктаторов. А что касается Голландии, он, пользуясь именно тем, что якобы он имеет большое влияние на Путина, на Россию, он пытается маневрировать, чтобы быть, так скажем, посредником. У Назарбаева постоянно какие-то посредничества. То он хочет между арабами и Израилем быть посредником, то между Ираном и Европейским Союзом и Америкой. Прежде всего, на мой взгляд, Назарбаеву нужно внутри страны наладить, гармонизировать отношения между властью и народом. Прежде всего, на мой взгляд, нужно тщательно и беспристрастно, с помощью независимых комиссий, в том числе и ООН, выяснить правду о жаналзенских событиях, о убийстве политических оппонентов Назарбаева, таких как Нуркадилов, Сарсимбаев и другие. Что касается вот этого визита, туда не поехал Путин, и Назарбаев, он, в свою очередь, мы помним, в прошлом году в Санкт-Петербурге напрашивался на G-20. Его в качестве личного гостя Путина пригласили туда, он никакого отношения туда не имеет. А сейчас именно вот довести, так скажем, неофициально, куларно, он будет пытаться попасть и к Обаме, и к другим лидерам европейских стран, с тем, чтобы показать, что он такой вот миротворец, и не трогать им активы клана Назарбаева в Европе. Потому что он очень сильно боится именно вот этих, то, что будет и в отношении самого Назарбаева будет расследование. Он простой вещи не понимает, что на Западе все финансовые ресурсы, добытые коррупционным путем, они так или иначе, они всегда будут подвергаться расследованию. В том числе и самого его, мы знаем, что в Лихтенштейне в отношении его были открыты уголовные дела по отмыванию денег. А вот на днях выяснилось, по моим источникам, нашелся новый частный фонд Назарбаева в Вене. И я готов представить даже документы. А может быть в двух словах, что это за фонд? Расскажите нам, пожалуйста, интересно. Это частный фонд, созданный в 1993 году, зарегистрированный по законам Австрии в Вене. И именно через этот фонд отмывались деньги, полученные, как вы помните, первая австрийская кредитная линия тогда была. И чтобы отмыть так называемые комиссионные, а просто это воровство из нашего бюджета, комиссионные попадали в этот частный фонд. Он был создан, уставной капитал, миллион на тот момент австрийских шиллингов. И даже частная собственность через ряд австрийских компаний и вот таких вот частных фондов, в том числе и первый пятизвездный отель в Алмате, тоже был записан на Назарбаева. А платят за все это, я подчеркиваю, государственный бюджет, то есть мы с вами. И кто бы вы думали, директор этого фонда, это вот небезызвестный австрийский адвокат Габриэль Ланский, который отрицает свое знакомство, даже и вовлеченность с Назарбаевым. А вот эти документы, которые я вам представляю, красноречиво показывают по фактам о том, что данный австрийский адвокат работает на Назарбаева. Ну, в свое время я помню, Нурсутан Абишевич Назарбаев отрицал свое знакомство с Джеймсом Гиффином, как раз, если уж говорить про этот период истории. Можно говорить что угодно, а как называется, против фактов не попрешь. Назарбаева больше всего беспокоит не судьба страны, территории и так далее, его беспокоит больше награбленное состояние. У него же одна простая вещь, у него нету легальных денег, он не может потратить ни одного доллара, ни одного евро, так как у него зарплата всего там, условно говоря, в пересчете где-то 10-15 тысяч американских долларов, а состояние составляет по некоторым оценкам более 30 миллиардов, независимых я подчеркиваю, то именно ему, его больше беспокоит собственный карман, нежели проблемы граждан, в том числе и девальвации, и другие, для него эти проблемы он уже для себя их решил. И наша задача это фиксировать всю его собственность, все его активы, с тем, чтобы после того, как Назарбаев уйдет, возвратить это в собственность народа. То есть вы считаете, что вот визит на Запад и вот в данном случае в Голландию, это только лишь под прикрытием каких-то высоких политических идей, там, всевозможного посредничества? На самом деле это прежде всего диктуется какими-то очень конкретными, материальными, корыстными, я бы сказал, даже интересами президента. Да, конечно, он именно только ради этого, он, мотивы его действия, это все связано с тем, чтобы обезопасить свой уход, когда он уйдет с поста, или его свергнут на тот момент, поэтому он заранее себе и вот этот закон с 2000 года, по-моему, закон о первом президенте, потом и изменения в Конституции, теперь вообще в отношении него нельзя не проводить никаких якобы следственных действий, в отношении его, я подчеркиваю, в отношении его детей, в отношении его собственности. И все это на черный день, так скажем. Ну вот эта ваша теория, она как? Вот обычно говорится, что Нарзутан Абишевич очень хочет получить дебилевскую премию. Но это не теория, я его знаю 25 лет. 25 лет я знаю этого человека. Это тоже для меня, с другой стороны, внутренняя проблема, потому что он воспринимает меня как личного врага, политического оппонента. Именно с этим связана вот эта его травля в отношении меня и других, кто со мной в группе. Вот он как бы считает, что я выношу ссоры из избы или раскрываю его тайные секреты. Но я считаю, что наш народ в Конституции, везде написано о том, чтобы доступ к информации, все должны знать, и в том числе и то, что творит Назарбая. А вот все эти разговоры про Нобелевскую премию, про то, что он хочет остаться в истории таким великим человеком, который всех там разводит, всех там собирает, всех мирит и так далее, это все просто тоже часть фасада всего этого? Это все камуфлирование его коррупционной деятельности. Он все хочет прикрыть свою коррупцию именно мантиями то Нобелевского лауреата, то еще он думает, что это ему будет международная протекция, защита, так сказать. А, то есть это защитная стратегия? Ничего подобного. Ничего, ничего подобного. И мы это проходили и в арабских странах, и вот на Украине. В Грузии, везде нет, все равны перед законом, в том числе и Назарбаев. В Казахстане он пока может это себе позволять, придумывать себе всякие... Конституцию менять, как хочет, там, законы под себя делать. Я считаю, что все граждане страны перед законом равны, в том числе и Назарбаев. И за все преступления, за все преступления он должен отвечать. Представляете, это же целая пирамида, то есть Нарсултан Назарбаев гарантирует, в свою очередь, богатство всему его окружению, там, ближайшим родственникам, чиновникам, дальше ниже, ниже этажами. То есть такая целая пирамида. Если ему ничего не гарантируется, получается, что все люди, которые находятся ниже него этажами, тоже фактически заложники этой страны? Ну, поэтому вывод капитала из Казахстана, поэтому инвестиции не идут в Казахстан, в связи с коррупцией в Казахстане, а идут за рубеж, поэтому многие, так скажем, умные человечки вокруг него, Назарбаевские, так скажем, эти тетушки, они выводят все это потихоньку и пилят в бюджет, все взятки выводят за рубеж, покупают недвижимость и так далее, и так далее. Это все связано с нестабильностью, с нестабильностью системы, построенной под одного человека. Завтра он чихнет, так скажем, его окружение уже будет поносить. Поэтому выводят эти деньги сумками, мешками, посмотрите, его брат в Нью-Йорке закупает фешенебельные апартаменты. Кто может позволить в Казахстане такое? Был бы он простым смертным, Назарбаев бы уже давно открыл бы в отношении него дело, если бы он не был его братом. Потому что он считает то, что позволен, так скажем, Юпитеру, то не позволено было. Это клан, вот именно он стал заложником собственной системы. И суть этой системы после нас хоть потом, правильно я так понимаю? Конечно, у него тирана какой, после меня хоть потом. Вот такой вот праздник на Врусовом Сырдаме. Спасибо вам большое за интересную информацию, за интересное интервью. Остараюсь.